здравствуйте друзья в этом обзоре мы с вами поговорим еще про одну новинку для умного дома от окара это zigbee датчик присутствия функционально такой датчик похож на датчик движения однако обладает гораздо больше чувствительностью и настраиваем интервалом между генерацией событий например датчик движения как и многие это успели заметить перестает реагировать на относительно неподвижно сидящего человека и для того чтобы его активировать надо сделать какое-то существенное движение например помахать рукой в то время когда такой датчик будет реагировать на мельчайшее движение вплоть до дыхания и обмануть его по крайней мере живому человеку будет крайне сложно модель rt cgq 13 л.м. тип датчик присутствия расстояние обнаружения 5 метров угол охвата датчика 60 градусов площадь обнаружения круг диаметром 6 метров на расстоянии 5 метров интерфейс zigbee 30 диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 градусов цельсия влажность не более 95 процентов класс защиты ipx 5 это защита от водяных потоков с любого направления размер датчика 74 на 74 на 43 3 десятых миллиметра размер крепежного модуля 113 на 113 на 41 миллиметр питание две батарейки cr2450 срок работы от одного комплекта до шести лет поставляется устройство в характерной для экосистемы белой картонной коробки на крышке которого находится фотография датчика кроме названия бренда все остальные символы и иероглифы на задней стороне краткие параметры датчика практически все надписи тут тоже иероглифами что говорит о том что конкретно эта версия предназначена для внутреннего китайского рынка по опыту скажу что устройство для глобального рынка имеют коробки намного большего размера чем для внутреннего и лучшую защиту от повреждений тем не менее и вариант для внутреннего рынка доехал в полной целости и сохранности в комплекте датчик присутствия в установочном кармане небольшой буклет с инструкцией и комплект крепежа инструкция естественно тоже полностью на китайском при желании можно воспользоваться переводчиком с камерой но никаких дополнительных данных к тому что я сказал в этом обзоре тут не найдется датчик может устанавливаться в потолок по принципу спот светильников установочный карман для такого способа крепления идет в комплекте диаметр внешней рамки кармана 11,3 сантиметра диаметр отверстия в которую он может войти должен быть не менее 9 сантиметров ну и не превышать внешний диаметр конструкция разъемная датчик предполагает и самостоятельную установку на потолок или стену без кармана датчик представляет собой адеку шайбу диаметром 74 и толщиной 43 миллиметра большую часть фронтальной поверхности занимает полупрозрачный экран сенсора как можно увидеть экран неоднородный имеет вид то ли цветочных лепестков то ли рыбьей чешуи задняя крышка в транспортировочном положении установлена задом наперед это сделано специально чтобы ее было легко снять стандартном положении если крышка не закоплена жестко на стене или потолке снять ее весьма сложно комплектный крепеж предназначен как раз для нее под крышкой находится батарейный отсек тут применяется сразу два элемента cr2450 очевидно для того чтобы увеличить интервал замены батареек который по заявлению производителя составляет 6 лет от себя могу добавить что мои самые первые датчики движения сяоми которые работают на одной такой батарейки и стоят в проходных местах они установлены сначала 2017 года и по состоянию на конец нынешнего 2020 я батарейки еще не менял верхняя пластиковая крышка держится на паре защелок при помощи пары старых пластиковых карт ее можно несложно снять плата датчика тоже держится только на защелках хотя тут явно есть три отверстия для крепления саморезами непонятно пока почему на них решили сэкономить внутренняя сторона платы с датчиком он внешне не отличается от таких в обычных датчиках движения еще возникают вопросы по поводу большого количества места с неразведенными элементами возможно будет какая-то более многофункциональная версия такого устройства на внешней стороне имеется кнопка для перевода датчика в режим сопряжения и два посадочных места для установки элементов питания экран датчика с внутренней стороны его необычная конструкция судя по всему тоже играет не последнюю роль в работе устройства логическую часть начнем с родного приложения окара home датчик естественно поддерживается в нем его можно выбрать из списка после чего нужно указать какому шлюзу его подключать у меня это окара m2 после чего останется выбрать имя и локацию после этого появляется плагин устройств отображающий наличие или отсутствие движения при его запуске отображается диаграмма по количеству срабатываний в разрезе дня или недели настройках можно поменять название устройства и локацию посмотреть каких автоматизациях она участвует есть журнал срабатывание из которого видно что по умолчанию интервал обнаружения стоит одна минута есть и меню в котором можно посмотреть качество сигнала zigbee датчик можно настраивать во первых по уровню чувствительности их есть три высокий средний и низкий выбор нужно подтвердить нажатием на кнопку датчика такой же принцип настройки используются например у датчика вибрации а с учетом метода установки этого устройства настраивать явно нужно до монтажа также настраивается период обнаружения от 3 секунд до 3 минут том числе можно выбрать любое значение этого параметра вручную чем меньше этот период тем чаще датчик будет генерировать события по умолчанию судя по логу установлена одна минута в автоматизациях датчик может работать только в разделе если в качестве триггера и предлагает два варианта событий обнаружение и отсутствие движения во втором случае можно выбрать интервал от минуты до суток особенностью этого датчика является то что в интерфейсе akara home не показано наличие ли отсутствие движения просто время последней сработки то есть нужно ориентироваться по нему и по текущему времени датчик автоматически через шлюз подключены как мост пробрасывается в apple home kit при обнаружении движения статус датчика появляется верхней строке устройств таким образом тут уже можно понять если сработка в данный момент и не нужно прикидывать по времени класс устройства сенсор движения он аналогично akara home может участвовать в автоматизациях по обнаружению и отсутствию движения кроме предлагаемых всегда и везде ухожу из дома и прихожу домой можно настроить например включение светильника собственно кейса со светильником думаю будут самыми актуальными именно для этого датчика соответственно на события нет движения выключение благодаря возможности задать очень небольшой промежуток между событиями обнаружения движения а также высокой чувствительности датчика можно вообще обходиться без задержки после события движения нет пример работы такого сценария при обнаружении движения включается свет который будет работать до того момента пока движение не прекратится экспериментальным путем я выяснил что в home kit датчик остается активным течение одной минуты после обнаружения последнего движения очевидно это актуально и для акара холм а это перечень устройств от акара которые поддерживаются в приложении me home естественно информация актуальна на дату выхода этого видео к сожалению не героя обзора впрочем как уже побывавших моих предыдущих обзорах реле акара t1 или шлюза акара m2 здесь нет чисто физически датчик можно подключить например к шлюзу xiaomi 3 версии который поддерживает протокол zigbee 3 0 для перевода шлюза в режим добавления новых устройств можно выбрать любой поддерживаемый датчик это не имеет значения процесс подключения проходит нормально можно даже увидеть имя подключенного датчика однако сделать с ним что-то запустить плагин добавить в автоматизации нельзя только удалить на момент выхода этого видео интеграция xiaomi gateway 3 от алекс это не поддерживает проброс этого датчика в home assistant очевидно по только что рассмотренной причине но в теории такая возможность все-таки есть тоже касается интеграции zigbee to mqtt на дату выхода этого видео устройство можно физически подключить к стику поддерживающему zigbee 3 0 однако устройство маркируется как не поддерживаемое и работать пока не будет даже при установке версии интеграции для разработчиков есть еще нюанс работе заключающийся в том что в логе интеграции не видно событий которые генерируют датчик при обнаружении движения эта информация будет актуальна для тех кто захочет написать свой внешний конвертер поэтому стоит попробовать взять качестве примера уже существующий датчик движения акара либо запастись терпением так как соответствующий запрос на добавление нового устройства список поддерживаемых уже открыт на гитхабе этого проекта зато датчик поддерживается в sls gateway в прошивках не старше чем от 25 декабря 2020 года шлюз переводится в режим добавления новых устройств а датчик в режим сопряжения после добавляется в систему расширенная информация по устройству на всякий случай скажу что датчик является конечным устройством и не выполняет функции роутера так выглядит устройство в карте сети отсутствие картинки временная на работоспособность это никак не влияет сразу прилетает 7 параметров включая чувствительность интервал срабатывания и собственно состояние сенсора движения они же виде отдельных сущностей в составе одного устройства появляются и в home assistant логика работы ровно такая же как и у любого другого датчика движения при работе с sls шлюзом длительность интервала между последним движением и выключением датчика составляет две минуты при тестировании меня в первую очередь интересовала чувствительность этого датчика по сравнению например с теми же датчиками движения окара которые имеют свойство переставать реагировать на неподвижно сидящего человека в одной из комнат у меня установлен датчик движения окара ориентированный таким образом чтобы его поле зрения попадала дверь в комнату и диван до дивана менее двух метров датчик присутствия я поставил дальше более чем в трех метрах от дивана и развернул его в том же направлении тест простой обычный просмотр фильма на диване сидит два человека в относительно неподвижности датчик движения большую часть времени не активен реагирует только на какие-то существенное движение если кто-то встанет или поднимет руку а датчик присутствия постоянно показывает движение даже если специально стараться не двигаться он реагирует на мельчайшее движение на движение за стеклом датчик реагировать не будет я специально сделал такую проверку так как знаю что этот вопрос актуален для многих на этом все если у вас остались вопросы задавайте их комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал также напоминаю что все интересные новости обновления а также купонные акции на товары умного дома вы можете найти в моем telegram канале ссылка в описании до свидания до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok